Привет всем! Мы продолжаем отвечать на вопросы. И вот наш сегодняшний вопрос. Как ты думаешь, сможет ли буддизм в ближайшем будущем в Японии перестать быть похороненной религией? Давайте я сразу отвечу одним словом. Нет, я думаю, что он не сможет. Если требуется пояснение, то... Это основной источник дохода для очень-очень многих храмов. И хотя вообще монахи очень любят на это жаловаться. Вот этот термин похороненный буддизм, он как раз очень сильно распространен именно в монашеской среде. Ты начинаешь говорить про буддизм с любым настоятелем, и рано или поздно он начинает заговаривать, рассказывать вот об этом похоронном буддизме, рассказывать, как, по его мнению, с ним стоит бороться или не стоит бороться. Возможно ли вообще для храма просто сказать, все, кладбищем я больше не занимаюсь? Никак. Нет. На мой взгляд, это невозможно, потому что кладбище оно есть. У храма есть обязательства перед его данка, перед прихожанами, которые, собственно, и приходят в храм, потому что у них там могилки. Для того, чтобы этого не было, нужно просто разрушить до основания всю систему японского буддизма, уничтожить кладбище и так далее. Я не вижу возможности, как это сделать. Более того, так как это, с одной стороны, достаточно, ну, как бы это сказать, достаточно, ну, может, не простой, но верный способ заработать деньги, потому что люди умирают, и им нужно где-то хоронить своих мертвых. И желательно, чтобы это было как-то, ну, красиво и возвышенно. Это с одной стороны. С другой стороны, это востребовано тоже. То есть это идеальный способ, как можно заработать деньги для буддистского храма. Даже если священник не хочет заниматься похоронной темой, просто что угодно, только не это, к нему будут поступать вот эти запросы от прихожан. Я знаю лично такой случай, когда храм не собирался вообще никак связываться с кладбищем. У них никогда не было кладбища, они не хотели на своей территории никого хоронить. Но прихожане стали очень-очень просить, и они стали просить именно вот один тип захоронений, скажем так, такие, которые не предполагают, что за этими захоронениями будут заботиться семья. То есть тот, кого хоронят, заключает договор с храмом, и священники на протяжении, ну, вообще все оставшееся время будут каждый день, ну, не каждый день, но в положенное время читать сутры и содержать эту могилу. Обычно эти могилы представляют собой скорее такие ячейки для праха, находятся на очень такой ограниченной территории. И вот это как раз очень хотели прихожане храма. Почему? Потому что среди них было много одиноких людей или людей, которые просто не хотят напрягать свою семью. И храму в итоге пришлось у себя устраивать такое кладбище, просто потому, что было слишком много запросов, хотя они этого не хотели. И я думаю, что это не единственный такой случай. То есть востребованность есть. Есть традиция, есть физически наличествующие кладбища, которые некуда девать. Ты не можешь просто сказать больше, у меня кладбища не будет, срываем все эти могилки. И есть такая вещь, что рано или поздно, даже если у нас появляется некое движение, которое настаивает на том, что мы рвем со всей этой опостылевшей традиции, и теперь у нас правильный буддизм, как в прежние времена, рано или поздно они сталкиваются с тем, что их прихожане умирают, их тоже надо хранить. И тоже появляются кладбища, появляются могилки, появляется все то же самое. Поэтому нет, я не думаю, что это рано или поздно произойдет. Может быть, когда-нибудь, но я просто уже не представляю, через сколько лет и как это должно быть. Может быть, когда мы просто будем, вообще мы, как люди, будем по-другому воспринимать похороны. Может, когда мы от них откажемся, если это вообще такое возможно. И тела будут просто как-нибудь там, не знаю, сжигаться, пускаться на компост. Такое вообще возможно? Мне кажется, что не особо. Вот тогда у нас буддизм освободится от похоронной тематики. Получилось как-то несколько пессимистично, но, увы, это так. Это все, что я могу сказать. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...